Девушки отдыхают 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 Ну, показать всю красоту. Нет, нет, это да. Корсет. И, возможно, до колен пышная юбка. Бежевого цвета, так как я выхожу второй раз замуж. Я ходила по салонам, но в основном все расшитое стразами, сеточки. Смущает вот эти оборочки. Длина огромная, как я называю, баба Рязанская. Я такого не хочу. Я такая большая и толстая. Я хочу, чтобы мое платье было эксклюзивное. Мне нужна ваша помощь, потому что в своем городе, увы, я не смогла найти то, что я хочу. А как вы смотрите на выбор платья вашей подруги? Начнем, наверное, с того, что Илон узнает достаточно давно. Но я вообще руковожу театром варьете, поэтому мы где-то с вами коллеги, потому что тоже выбираю костюмы для своих артистов. Бачу, с выбором порадника Илона не прогадала. Вижу более классическое платье, которое бы облегало ее фигуру. Я думаю, что-то у вас можно будет подобрать, чтобы она выглядела богиней. Без сомнений. Тем более, такое редкое сочетание – тюремщица и танцовщица. Пошли. Все, вперед. Прошу вас. Вперед. До свитчени шопоголики отразу разделяются. Так справа у Двичи швыдшепида. Патин все-таки немножко не тот вариант, очень попахивает балетными пачками. Это торт из безе. Бантики не люблю. Нашла вариант. Можно попробовать. А вот такое интересное. Длина, конечно, смущает. Я была просто в Италии, видела такие. Смотрите, я все равно его отверг. Ну, конечно, вот это, конечно, прикольное, необычное платьишко. Ну, тяжеловатое, конечно. Но интересно померить. А вот такое интересное. Вариант интересный. Берет атласом, но здесь потребуется большое количество аксессуаров. Будем мерить? Да. Для первой примерки мне бы хотелось, чтобы вы все-таки сделали выборку. Но ведь ты же хотела что-нибудь покороче, а здесь практически в пол, и твои красивые ног никто так и не увидит. Просто меня привлек дизайн этого платья. С утра вы хотите короткого, к обеду уже подлиннее. В одном нравится атласный верх, как я хотела, в другом хотела гиперовую юбку. Ну, тебе это не напоминает балетную пачку? Жизель – второй акт. Не хочется. Как бы очень много фатина. С чего начнем? Она была в образе белого лебедя. Нежная, трогательная и очень-очень женственная. Браво! Лечу, крылья, крылья. Ой, чувствую себя аналитской королевой. Сережа, как вам платье? Этому платью нужно придать обличие. Это как бы эскиз. Вам в общем платье нравится? Шикарно. Это стройный стан в такой момент, когда она выходит замуж. Должна быть действительно немножко вознесена. Отлично. Прошу вас. Хорошенько рассмотрите себя. Ой, сзади мне, конечно, нравится. Сзади здорово. Это да. Вставочки красиво. Красивая длина превращает девушку в богиню. А если бы этот бант был бы еще атласный, большой? Ни в коем случае. Я не согласен. Илон, большой бант, ты станешь похожа на фрюкинбок на самом деле. Да? Ой, какая прелесть. Бачу, кто-то так уж претендует на лавры эксперта. Илоночка, ну что, платье вам нравится? Подсюда. Меня очень смущает его длина. Я не чувствовала себя уверенно. А в платье должна быть уверенность. То есть Сергей вас не убедил? Насчет длины этого платья нет. Будем мерять дальше. Упрямая девушка. Длину платья она же заметила и до этого. Второе платье тоже не короткое. Посмотрим. Дивить все далее. Замок на свете. Я, Костя, вид вандали уретувамся. Если б мне сейчас дали вот такие большие портнявские ножницы, не та длина была. Увы. Вибир року. Чи знайте, Илона, сукню мрії? Грудь лежит шикарно, как и на пьедестале. Я, конечно же, не был готов к такой длине, и к такому именно крою платья. Я, конечно же, не буду я. Залишивши Настю у премьерочней, Костя миттю до Илони. Вона вже готова дефилювати у другій сукні. О-о-о. Шикарно. Ты можешь сразу идти к зеркалу. Принцесса и сказки. Ну как? Грудь лежит шикарно, как и на пьедестале. Утягиваем, сделали талию. Было ощущение того, что я нахожусь в прозрачном облаке. Из-за того, что был очень красивый гюпюр. Меня лично пугает сзади вот эта шнуровка. Как перегородками все тело окружено. Поросенок перетянутый увидели? Ну, где-то так. В этом платье она будет напоминать образ балерины 19 века. Гюпюр нежнейшей обурочки. Все прелесть. Не та длина была, увы. Хотелось, конечно, покороче. Если бы мне сейчас дали вот такие большие портнявские ножницы, я бы так взяла бы и обрезала. Да. И тогда было бы то, что я... Мы идеалы. Думка про обрезанную сукню эксперта нажахала. И змусила кумекати швидше. Мне есть, что вам предложить. Окей. Сейчас приду. Преего, синьори. Грация. Оно? М-м-м. Короткое и экстравагантное против длинного и классического. Дилемма еще та. Берем немерие? Ай-яй-яй. Ну, пошутил, пошутил. Конечно, дам по мере. Тогда пойдемте. А, как там наша Илона? Вже готова до показа. Просимо, просимо. Прошу. Я, конечно же, не был готов к такой длине и к такому именно крою платья. Я вам никого не напоминаю? Конечно. И потрясающие ножки. Вот это тот идеал, о котором она мечтала. Хочу увидеть огонь в ваших глазах. Ой, какая я прикольная. Очень прикольные, смешные оборочки. Думала, не буду я смотреться, как ребенок в нем, в этих рюшиках. Эксклюзивное платье. Очень даже интересный вариант. Только для вас. Я думаю, что это платье очень понравится моей дочери. Думаю, что маме пойдет короткое платье, потому что у нее длинные и красивые ноги. Мама беленькая, пушистенькая платьечка. Я думаю, что она будет в восторге. У моего ребенка есть любимый мультик про феи. Я увидела в зеркале фею Элину. А ваш будущий супруг? Искры будут сыпаться его из глаз. Мне, наверное, надо будет с собой огнетушитель на всякий случай. Если все-таки вы скажете тоже «да», Сергей, я так понимаю, «да» сказал. Да. И вы скажете «да», то заказывайте сразу три огнетушителя для искр, потому что я еще добавлю сюда некое специальное перевоплощение. Я готова. Этот образ будет совершенным, и фейерверк состоится, и принцесса на подиуме будет. Мне очень интересно. Я хочу увидеть конечный результат. А над кинцевым результатом мають попрацювати наши чиновники – Серж и Наталья. Супня в стиле 50-х надихнула их на мейкап із виразными стрелками та зачиску а-ля степфордские дружины. Образ обещает быть неимоверным. Илона, ты потрясающе выглядишь, как настоящая стопроцентная принцесса. Я хочу тебе сделать один приятный подарок. Яким же будет финальный лук Илоны? Спасибо. Спасибо. Даже самым сильным женщинам хотя бы раз в жизни хочется быть нежными и беззащитными. Илона працює у незвичайному місті, яке загартовує характер і змушує бути жорсткою. Та й доля у дівчини не була солодкою. Невдалий перший шлюб, довгі роки самотності. І от нарешті наша красуня може дозволити собі бути жінкою, вразливою и тендитною. Саме такою вона за секунду постане перед рідними та друзями. Дамы і господа, встречайте грубку і ошеломітельну Ілону! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как? Ощущение волшебное. Сергей, как вам? Ну, я думаю, что это просто ошеломительный образ. Я никогда не делал Илону такую красивую. Я думал, что у меня становится сердце. Настолько все это красиво. Илона сошла как с картин великих художников. Слов нет, только под венец. А сейчас разрешите вашу прекрасную ручку, и мы пойдем вперед, чтобы, наконец-то, вы читали не только восторг в наших глазах, но и увидели это воочию, сама. Ведь это тот момент, которого мы так долго ждали. Вся в ожидании чудо. Ну, вы так очаровательны, когда в волну ездили. Долго мучить вас не буду. Зеркало! Супер! Первое чувство – замешательство. Это ты или нет? Новое, красивое, нарядное, просто фееричное. Илонушка, ну как ты? Образ совершенен. Мне остается только добавить, что мне очень приятно будет сейчас сделать тебе один небольшой презентик. И под наши громкие овации. Это вам. Спасибо. Мне хотелось бы, чтобы мой любимый человек был рядом. Чтобы он увидел, что я великолепна. Ты же танцовщица. Ну, маленький турвальца. Сереженька. С удовольствием. Хор имени Болотной Копейки. Молодец! Браво! Принцесса тут я. Ес! Я Юре завидую, потому что ему достается такая классная девчонка. Она нуждается в этом. Пожалуйста, поддержите меня. Поздравляю тебя. Я себе очень нравлюсь. Я себя люблю. Я самая лучшая на Земле. А сейчас и в окружении двух кавалеров сделаем фото на память. Модель сукни в стиле 50-х майже каждую фигуру робит идеальною. Адже это классический силуэт Нью-Лук, створенный легендарным Диором. Сукня подкреслюет талию, робит стегна округло-женочными и позволяет продемонстрировать струнки нижки и выразное декольте. Образ дополнено макияжем с акцентом на очах и пышными локонами. Не наречена, а картинка в стиле пінап.